До нового учебного года меньше недели. В этом классе к первому уроку все уже готово. Кабинет черчения и 3D-конструирования оснащен по последнему слову техники. Рядом с современными компьютерами станки с числовым программным управлением. Здесь ученики Первого Тульского Центра Образования смогут сначала начертить эскиз деталей, затем изготовить ее. Это первый шаг в профессиональной ориентации школьников, рассказывает Алексей Демин, директор образовательного центра. Глава региона отвечает, все это в духе времени. В стратегии развития области на ближайшие 5 лет поставлен курс на индустриализацию и подготовку высоко квалифицированных кадров. Конечно здорово и необходимо и востребовано. Кроме менеджеров, экономистов и юристов мы должны большое внимание уделять и поднимать престиж рабочих профессий. Как раз это направлено на поднятие именно той сферы деятельности, которая необходима. А с учетом наших промышленных предприятий, которые сконцентрированы в нашей Тульской области, вы делаете правильные такие шаги и действительно мы вас поддерживаем. Рядом с классом черчения кабинет робототехники, лаборатория лего-конструирования, студия школьного телевидения, программирование и веб-дизайна. Все это мини-технопарк. Здесь, не выходя из школы, дети смогут освоить азы различных профессий. Таких современных учебных заведений в Тульской области должно становиться больше. Об этом Алексей Демин говорит в актовом зале. Здесь проходит традиционная педагогическая конференция. На нее приехали учителя со всей Тульской области. Те, кто не смог, участвуют в режиме видеосвязи. Всего 800 педагогов. Алексей Демин признается, к учителям у него всегда было особое отношение. Его мама – педагог на большем стаже. Отличником круглым не был, но твердым, хорошистом был. И после того, как закончил школу, было и военное училище, была и Академия государственной службы, была Академия генерального штаба. Но так я не волновался и не боялся, как в школьные годы своих учителей. И уважал, и любил. Развитие образования – одно из главных направлений политики регионального правительства. Задачей на этот год ставит министр образования области. Одна из них – создание системы профильного обучения. Эта работа уже ведется. В прошлом году в Тульской области создано почти 350 профильных классов. Плюс все школьники региона должны получить равные условия для личностного роста, уверены в региональном Минобре. С выполнением этой задачи должно помочь российское движение школьников. Есть те, которые действительно пропадают, может быть, за компьютером, не так занимаются спортом, не участвуют. Конечно же, есть такой процент. Нам хочется, чтобы действительно ребята все были включены в яркую творческую жизнь и могли в дальнейшем социализироваться в обществе успешно. Для того, чтобы не было вопросов потом, куда пойти учиться, чем заняться, какую профессию выбрать в конце концов. Это та самая площадка для становления будущего взрослой жизни. Тульское региональное отделение уже работает. На педагогическую конференцию приехали 50 участников из муниципальных образований региона. И организовали акцию. Мне предложили принять участие Алексею Дюмину. На красном сердце нужно было написать «За что ты любишь Тульский край». Глава региона написал за то, что здесь живут сильные и талантливые люди. Очень приятно видеть такие целеустремленные, горячие глаза, которым очень важно, и где они живут, в каком месте они живут. И с вами связано будущее не только Тульской области, но и всей России. В акции «За что я люблю Тульский край» обещает принять участие Юлия Шайгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Она приехала на педагогическую конференцию, чтобы рассказать учителям о новом проекте, который правительство региона совместно с ведомством внедряет в Тульские школы. Он называется «Научись спасать жизнь». Проект должен научить школьников о замок оказания первой помощи. Для этого уже разработано новое методическое пособие, написанное простым доступным языком. Закрепить теорию на практике помогут инструкторы из числа учителей УБЖ. Благодаря такой мощной поддержке со стороны правительства Тульской области стала возможна такая реализация. Вот такой быстрый выход в школу, к учителям и через учителей, естественно, к детям. А дети и молодежь – самая активная часть населения. И действительно, когда интересуются дети, подростки и молодые люди, это значит, что направлению этому жить, быть и развиваться. Сроками, экспериментами, путешествиями и исследованиями такой должна стать современная Тульская школа. В ней взрослые, готовые поделиться своими знаниями, и дети готовы учиться. Общая задача – сделать так, чтобы лучшие учителя, школьники и студенты оставались жить и работать в Тульской области.